С нами на прямой связи заслуженный летчик Казахстана, пилот-инструктор Ту-134 Макаш Абишев. Макаш Масилович, добрый вечер. Можете, как опытный пилот, прокомментировать действия экипажа Суперджета, который загорелся в аэропорту Шереметьево? Добрый вечер. На этот вопрос я не могу ответить точно. По той же причине я не участвовал в расследовании. Это только правительственная комиссия расследует и точно скажет, ошибки техники пилотирования или другие какие-то посторонние вещи помешали. Это только так. А заранее говорить о ошибке. Единственное, что могу сказать, практически везде человеческий фактор. Пусть это авиационное происшествие, пусть это автомобильное, железнодорожное, морское. Везде есть человеческий фактор. Макаш Масилович, смотрите, по последней информации, да, вину ложат на плечи пилотов. Говорят, что это их ошибка. Насколько это может быть действительным? Ну, как? Вот вы говорите, ошибка пилота. Да. Как можно сейчас сказать? Это комиссия расшифрует МСРП. Там записано 100 с лишним параметров. Вплоть, какая скорость, какие отклонения углов руля высоты, направлений, все остальное. Как экипаж между собой разговаривал. После этого сделать точный анализ. Правильно действовал или неправильно действовал. Только комиссия может это сделать. Лишь сейчас вы мне задаете такой вопрос, я не могу ответить на это, потому что... Хорошо. Отличный. Давайте попробую задать так. В случае, к примеру, внештатной ситуации, какие действия предпринимает экипаж? Если какая-то внештатная ситуация. К примеру, возникает внештатная ситуация. Повторите еще раз. К примеру, возникает внештатная ситуация. Вы меня слышите, да? Внештатная? Да. И какие действия предпринимает экипаж в таких случаях? Я слышу, что внештатные... Ну, внештатные ситуации, все, их много. Во-первых, эта внештатная ситуация отрабатывается на земле, на тренажере. Отказ двигателя, пожар двигателя, разгерметизация, все это отрабатывается на земле. И каждые три месяца, каждый квартал отрабатывается, сдается зачетой. И, как правило, всегда экипаж готов к этому. И в этом вопросе, ну, сказать как, только положительно. У нас наша школа, советская школа, была очень сильной, и к этому мы готовились. Хорошо. У меня последний, третий вопрос. Как вести себя пассажиром в таких ситуациях? Все это отрабатывается на земле. Какие правила эвакуации? Повторите. А вот пассажирам в таких ситуациях очень непросто. Как им себя вести в таких ситуациях? Ну, если произошли какие-то ситуации, после приземления, бортпроводники, они изучают это дело, слушать надо бортпроводников. Они распределяют пассажир, с каких аварийных дверей высаживать пассажир, с основных дверей высаживать. Каждый бортпроводник находится на своем месте, где он обеспечивает, где они обеспечивают безопасность. И в последнюю очередь покидает самолет командир воздушного судна. Как вы думаете, пассажирам... Понятно, да, это? Да. Скажите, пожалуйста, вот пассажиры... Вот пассажиры... Хорошо. У нас, видимо, какие-то технические сбои в связи. С нами на прямой связи был пилот, инструктор Ту-134 Макаш Абишев. Спасибо за ваши ответы.